Гильермо всего 28, но он уже переболел ковид-19. Заразился он в марте, когда о новом коронавирусе было практически ничего неизвестно. Вскоре болезнь переросла в затяжную пневмонию. И лишь теперь он потихоньку начинает приходить в себя. «У меня не было сил просыпаться, заниматься спортом. Всё тело болело, как будто меня избили. Шея и подмышечные узлы оставались опухшими в течение нескольких месяцев. Представьте, если молодой человек так переносит болезнь, то, что будет с пожилым человеком, вашим отцом или дедом, всем нам надо быть очень осторожными». За минувшие сутки в Испании зафиксировано 2935 заболевших ковид-19. Это самый высокий показатель за последние недели. И хотя уровень заражения снизился по сравнению с апрельскими цифрами, тем не менее после смягчения ограничений в стране всё чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. Меньше других социальную дистанцию соблюдает молодёжь. «Мне с трудом верится, что это не преднамеренно. Это какое-то безумие. Возможно, молодые люди чувствуют себя неуязвимыми, смотрят на статистику и думают, ну, меня это не коснётся. Но ведь происходящее выходит за рамки этого чувства неуязвимости. Это можно назвать абсолютным отсутствием заботы о других». Режим повышенной готовности, введённый в Испании в средине марта, был отменён 21 июня. Но за последнее время региональные власти в автономных областях вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. Средний возраст тех, чьи результаты тестирования дают положительный результат, сегодня меньше 35 лет. Специалисты призывают подростков соблюдать социальную дистанцию, даже если у них нет симптомов. «Молодых людей, чьи тесты дают положительный результат, просят провести на карантине 15 дней. Но они задают вопрос, зачем, ведь у нас нет симптомов. И продолжают принимать участие в вечеринках. Они передают коронавирус своим друзьям, которые приносят его домой, передают отцам или дедам. А потом те умирают. Как с этим жить всю оставшуюся жизнь?» С начала эпидемии число умерших от последствий коронавируса достигло в Испании 28 605 человек. Главная задача властей сейчас – снизить скорость распространения инфекции, пока система здравоохранения снова не оказалась под угрозой, передаёт из Мадрида наш специальный корреспондент Хайме Веласкес.